Искусство народа Борьбы многочисленных племен, народов и государств. На протяжении трех тысяч лет, сменяя друг друга, здесь создавались и затем гибли первые цивилизации. В Передней Азии находятся долины рек Тигра и Ефрата, или Двуречье, по-гречески Месопотамия, где в третьем-первом тысячелетиях до н.э. возникли сначала древнейшие шумеро-аккадские государства, а затем Вавилон, Метанни и Осирия. Во втором тысячелетии до н.э. на территории Малой Азии, а позднее Северной Сирии, существовало государство хеттов. На северо-востоке, занимая Армянское Нагорье, находилось государство Урарту, в первой половине первого тысячелетия игравшее крупную роль в Передней Азии и особенно в истории Закавказья. На западе от Двуречья в первом тысячелетии на некоторое время возвысились Палестина, Финикия и Сирия. На востоке, занимая территорию Иранского плато, находились древние государства – Элам, а затем Мидия и Персия, позднее Иран. Начнем мы с самой культурно-богатой цивилизации этой области – культуры Двуречья. Освоение Месопотамии, в основном завершенное к концу VI тысячелетия до н.э., явилось результатом расселения племен земледельцев и скотоводов с востока, из запада, вероятно, из районов Северной Сирии и Юго-Западной Малой Азии. Несмотря на тяжелые климатические условия – наводнения, ливни, жару летом и холод зимой – первые месопотамские земледельцы, племена культуры Хасуны, обосновавшиеся на севере Междуречья в VII-VI тысячелетиях до н.э., а затем их преемники – представители археологических культур Самары и Тель-Халафа, положили начало развитию ирригационного земледелия, которое со временем превратило месопотамию в одну из самых процветающих сельскохозяйственных зон Передней Азии и стало основой богатства и могущества государств создателей великих древних цивилизаций. История древнего двуречья разбивается на условные отрезки времени. В древнейшие периоды они обозначаются потипичным для культуры данного периода городищем, а внутри периоды разделяются по археологическим слоям, в более поздние – по сменявшимся на территории страны государством и династиям. Мы будем изучать периоды хронологически, включая в изучение влияния и соседних государств. Начнем с древнейших культур этой местности, продолжим раннединастическим периодом Шумера, затем Аккадским, позднешумерским или шумерско-аккадским и Старовавилонским. После мы изучим культуру, имевшую огромное влияние на искусство двуречья в период Касситского нашествия, а закончим искусством Ассирии и возрожденного Вавилона. В заключение нами будет изучена еще одна культура Передней Азии – культура Ирана. К четвертому началу третьего тысячелетия до нашей эры восходит ранний этап развития месопотамской культуры, связанный с первобытно-общинным строем и зарождением классового общества. В этом раннем времени различаются периоды – Убейда, Урука и Джимдет-Наср, получившие названия от местности, где были сделаны основные археологические находки. Правда, самые ранние памятники искусства, найденные на территории двуречья, датированы пятым тысячелетиям до нашей эры, то есть за пределами установленных нами рамок, и связаны с северными районами Передней Азии, поселениями Самарра, Хасуна, Тель-Арпачия и другие. От этого времени сохранилась главным образом расписная керамика, причем все предметы – сосуды, чаши, блюда и так далее, найденные в могилах – являлись предметами культа, и, видимо, этим объясняется особая тщательность работы и изящество росписи на посуде. В религиозной жизни древних общин двуречья важнейшую роль играли магические обряды и жертвоприношения. В ритуалах большое место отводилось керамики. Тонкие ритуальные сосуды ясных лаконичных форм покрыты великолепной полихромной росписью, то динамичной и экспрессивной, с тонко и точно исполненными схематичными символическими изображениями – Самарра, то узорчато-ковровой, с мелким геометрическим орнаментом – Тель-Халаф, то сочной, свободно живописной, с намеком на мотивы живой природы – Убейт, то классически строгой, с мастерски вкомпонованными в прямолинейный узор пиктограммами растений и длиннорогих животных – СУЗЭ. Хотя каждая отдельная археологическая культура и даже каждый центр производства изделий отличаются своей манерой исполнения и определенными стилистическими особенностями, для нас существенно общие, объединяющие черты, которые отличают искусство позднего неолита в целом. В это время еще нет профессионального искусства. Это не означает, что не было людей, эстетически одаренных, выдающихся мастеров своего дела. Но существенно то, что художественное творчество не отделилось от производственного процесса. И поэтому ведущими проявлениями этого творчества были художественные изделия, создававшиеся в ходе повседневного, необходимого обществу производства. Главным господствующим элементом в искусстве этого времени является ритм. Он ощущается всюду – в геометризованном узоре, вначале простом, затем значительно усложняющемся, в стилизованных изображениях людей и животных, измененных до такой степени, что эти изображения в свою очередь приобретают форму геометрического орнамента. Росписи на блюдах из Самары как будто подсказывают, как мог возникнуть этот встроенный ритм. Крутятся по кругу стилизованные фигурки козлов с рогами, закинутыми в одном направлении. Вихрь относит в сторону распущенные волосы фантастических женщин. Изогнутые шеи птиц с рыбками в клювах повторяют узор свастики в центре, которое также определяет направление движения. Но перед нами не просто изящная стилизация движения и фигур. Гончие псы и водяные птицы, похожие на фламинго, горный козел с огромными загнутыми рогами и колосок или пальмовая ветвь над ним – изображения эти для нас рассказ древнего человека о своей жизни. Человек этот был охотником и рыболовом, скотоводом и начинающим земледельцем. Исследователи месопотамской культуры указывают на то, что древний человек наделял такие изображения магическим смыслом. Это же стремительное вихревое движение мы видим на расписных сосудах Элама, восточного соседа Двуречья. Они датируются несколько более поздним временем, второй половины четвертого тысячелетия до нашей эры, то есть культуры Элубейт, но стадиально близки рассмотренным памятникам северных районов Двуречья. В Лувре-Эрмитаже хранятся два великолепных эламских сосуда с почти идентичными изображениями. По ним можно судить, как разнообразно комбинировали древние гончары эти ритмические сочетания, как умело создавали впечатление непрерывного движения. На сосуде красуются удивительно живые животные, несколько птиц, собак и один козирог, они изображены в движении. Формы зверей намеренно искажены в целях стилистического соответствия формам сосуда и в дизайнерском решении для соотношения персонажей друг с другом. Некоторые части зверей, будь то туловище или рога, неимоверно вытянуты, что подчеркивают прямые параллельные и перпендикулярные линии, создающие красивые рамки обрамления для фигур. Магии, колдовству и суеверием, обязан своим появлением древнейший вид месопотамской пластики – глиптика или искусство резных печатей, восходящие к пятому тысячелетию до н.э. Высеченные из мягких пород камня, раковин, кости, печати амулеты одновременно были обозначениями личной собственности родовым знаком. Их, как амулеты обереги, носили на шее. Не всегда можно было даже отличить эти первые печати от украшений, если бы не найденные в тех же археологических слоях оттиски на глине или глиняных пломбах с узорами, аналогичными узорам на печатях. Ранние печати имели форму розетки – чечевицеобразную, полусферическую или четырехугольную, с просверленным вдоль поверхности отверстием. Или вид штемпеля, иногда скульптурно вырезанного в форме головы или фигуры животного. С одной стороны они были покрыты узором. Это был большей частью геометрический орнамент, но попадались и символические изображения. Встречаются зооморфные печати в форме животного или головы животного. На них также наносилось изображение, но с обратной, плоской стороны. К середине IV тысячелетия до н.э. к концу археологического периода Убейт выдвигаются на первый план южные районы. Собственно, двуречья, а несколько позже, в период у рук, ведущим центром передней азиатской культуры, на многие столетия делается шумер. Археологи находят все большее количество керамики, относящейся к этому времени. Но это уже не прекрасные культовые сосуды и чаши, знакомые нам по началу V тысячелетия до н.э. Это бытовая посуда, грубая, как правило, нерасписная, со слабым орнаментом или процарапанным узором. Но зато почти вся сделанная на гончарном круге, а не вручную, как прежде. Основные формы сосудов этого времени – плоские чаши или сосуды в виде кубка, снабженные ручками и длинными носиками. Строительное искусство до династического периода было еще чрезвычайно примитивным. Население жило в плетеных хижинах, круглых или позднее прямоугольных, с покрытиями, образованными согнутыми вверху стеблями, перевязанными пучком. Для теплоты и прочности такие хижины обмазывались глиной. Дома эти известны по целому ряду изображений на посветительных сосудах, печатях и рельефах. Особенности архитектуры двуречья в значительной мере объясняются природными условиями. На безлесной равнине, где почти не было камня, и лес и камень есть только на севере и востоке, в горах, где разливы рек часто вели катастрофам, для поселений приходилось выбирать относительно возвышенные места. Поэтому для новых сооружений обычно использовались развалины более древних зданий. Применялись и искусственно возведенные платформы, чтобы также изолировать здания от сырой почвы, увлажняемой разливами. Основным строительным материалом стал кирпич-сырец, сделанный из глины, соломы и волокнистых растительных материалов. Даже храмы и дворцы строили из сырца, и лишь в некоторых случаях здания могли облицовываться обожженным кирпичом. На хижины и хозяйственные пристройки обычно использовался тростник. Дешевый, но непрочный материал диктовал простые геометрические формы построек – прямоугольных, с глухими без окон стенами и открытыми во внутренний двор помещениями. В строительстве также применялась древесина пальмового дерева низкого качества, но и такая была редкостью – переезжающий из одного места в другое увозил с собой дверь дома. Позже для балок перекрытий применяли ввозные сорта дерева – сосну и кедр. Уже ранние поселения более северных областей – Арпачия, Джарма, Хасуна, 4-е тысячелетие до н.э. дают возможность проследить постепенную эволюцию построек от однокомнатных отдельно стоящих строений к сравнительно большим, многокомнатным, правильно спланированным домам. Частные дома были в основном прямоугольных очертаний, чаще без окон, с плоской крышей и двором, чаще внутренним, реже наружным, обнесенным глинобитными стенами. Если делались окна, то они помещались в верхней части стены и имели вид узких щелей. Здания освещались также через дверной проем и отверстие в крыше. Покрытия в основном были плоские, но известен был и свод. Обнаруженные раскопками на юге Шумера жилые здания имели внутренний открытый двор, вокруг которого группировались крытые помещения. Эта планировка, соответствовавшая климатическим условиям страны, легла в основу и дворцовых построек Южного Двуречья. В северной части Шумера обнаружены дома, которые вместо открытого двора имели центральную комнату с перекрытием. Жилые дома иногда были и двухэтажными, с глухими стенами на улицу, как это часто бывает и поныне в восточных городах. Дома стояли тесно, между ними были только кривые и узкие переулки и тупики. Улицы не мостились и после дождя становились непроходимыми. Однако во многих крупных поселениях уже имелась канализация. Снаружи поселение обносилось крепостной стеной из сырцового кирпича. Эта стена была часто значительной толщины. К концу 4-го, началу 3-го тысячелетия до н.э., то есть ко времени возникновения первичных мелких государственных образований, с господством родовой знати и жречества, складывается и характерный для Передней Азии тип поселения. Центром каждого города-государства являлся храм, вокруг которого город разрастался. Древнейший образец южно-шумерского храма восходит еще к периоду позднего неолита. Хотя это здание, раскопанное в городе Эриду, современный Абу-Шахрайн, сохранилось плохо, но, судя по планировке, там уже были налицо все основные особенности, характерные и для более поздних храмов южного двуречья. Храм стоит на высокой платформе, которой с двух сторон ведут лестницы или пандусы. Собственно, святилище несколько сдвинуто к краю платформы и имеет внутренний открытый сверху дворик. Единственным по существу украшением храма является членение стен узкими прямоугольными нишами с наружной и внутренней стороны. До конца периода Джамдет-Насар, 3000-2800 года до н.э., доступ во все части святилища был свободным. Но в последующее время в глубине двора создается соединенное с ним открытым проемом внутреннее святилище, целло с местом для статуи божества на постаменте. Сюда, как и в окружавшие целую двор подсобные помещения, доступа для непосвященных не было. Севернее Эриду, вверх по течению Ефрата и на его притоках, шумеры создали широкую сеть городов Ниппур, Ур, Урук, Лагаш, Киш. В каждом из этих культовых центров почитали своего бога-покровителя. Богам посвящались храмы, которые строились на тщательно выбранном сакральном участке и никогда не переносились на другое место. Уруки найдены остатки нескольких храмов конца IV тысячелетия до н.э., среди которых особый интерес вызывает высокая сердцовая платформа, служившая основанием так называемому Белому храму. Название дано по белой обмазке его стен. Стены платформы негладкие. Возможно, что разделка стен повторяла внешность примитивных хижин сделанных из вязок тростника и имевших благодаря этому ломаную линию профиля. По мере усложнения религиозных обрядов и преобразования в государственные общинных культов старые храмы перестраивались, но каждое новое сооружение включало в себя предшествующее, как бы вырастая из него и взбираясь все выше, в чем некоторые ученые усматривают причину появления ступенчатой культовой башни – Зиккурата. Вместе с тем платформа с лестницами и пандусами, спасавшая от разливов рек, создавала своего рода пьедестал почета, возносивший, собственно, храм – дом Бога, над уровнем обычной земной жизни. Снаружи стены храма и платформы укрепляли контрфорсами, которые создавали ритмический ряд вертикальных прямоугольных выступов и ниш, отчего все сооружение должно было казаться подчеркнуто строгим и величественным. Стены платформы белого храма были широкими. Единственный путь в храмы на вершину платформы шел через крутую лестницу. Плоская вершина платформы была покрыта битумом, то есть смолистым материалом, подобным тому, который используется для дорожного покрытия в наши дни. В храм было три входа, но ни один не выходил напрямую с лестницы. Храм был высотой примерно 12 метров, в 4-5 современных этажей и размером 17,5 на 22,3 метра. Внутри была длинная прямоугольная зала с комнатами по сторонам. Предметов внутри было немного. В северной части зала был алтарь. Помещения по сторонам стен были кладовыми. В них находились деревянные полки, на которых хранились глиняные таблички. Также в храме были обнаружены остатки животных, леопардов, и трубопровод, обеспечивающий скапливание воды в определенных местах сооружения. В ансамбле белого храма с ним находились меньший храм на более низком основании, и расположенное между ними красное здание, служившее, как предполагают, для совета старейшин и народных сходок. Есть предположение считать последнее единственным дошедшим до нас образцом общественного сооружения. Обширный замкнутый двор был обнесен колоннами и полуколоннами. В их нижней части сохранилась трехцветная мозаика из разноцветных шляпок глиняных гвоздей, вставленных в сердцовую стену здания. Свет шляпок чередовался. В красно-бело-черной палитре преобладал первый цвет, отчего красное здание и получило свое условное название. Шляпки образуют ковровый рисунок, возможно, имитирующий плетеный узор циновки, украшавший раньше стены тростниковых хижин. С одной стороны двора возвышалась небольшая эстрада-платформа с боковыми лесенками. Мозаичные украшения впоследствии не применяются в архитектуре двуречья, и, как правило, храмы двуречья были бедно декорированы. Возможно, некоторые из них были расписаны внутри, но в сыром климате двуречья роспись сохранялась плохо, и поэтому об этом трудно судить. До нас дошел только один образец ранней храмовой стенной росписи из Телю Кайра. Что касается монументальной скульптуры и рельефа, то они почти не использовались, хотя культовые статуэтки играли важную роль во внутреннем убранстве. Период Джамдет-Насар, конец 4-го, начало 3-го тысячелетия до н.э. Названный так по месту первых находок, свидетельствует о прогрессе во всех областях экономической, политической и культурной жизни. Земледелие, связанное с ирригацией, искусственным орошением и скотоводством, получили свое дальнейшее развитие. Разделение труда и рост техники повлекли за собой развитие ремесел. Широко развивается межплеменной обмен. Он охватывает все двуречье, связывает его с Иламом, Западным Ираном, Северной Сирией и другими странами. Искусство этого периода отличается от памятников искусства позднего неолита прежде всего отказом от условности фигур и геометризма, за редкими исключениями. Напротив, наблюдается явное стремление по возможности точнее передать изображаемую натуру, особенно когда речь идет о воспроизведении представителей животного мира. Маленькие фигурки домашних животных – телят, бычков, баранчиков, коз – сделаны из мягкого камня, серпентина, песчаника. Разнообразные сцены, связанные с жизнью домашних и диких животных, представлены на рельефах, культовых сосудах, печатях. Многие из этих изображений настолько точны, что можно легко определить вид и породу животного. Живо передаются их характерные позы и движения. Шумерская глиптика периода Джимдет-Наср характеризуется возникновением нового типа печатей – цилиндрических, которые почти на два тысячелетия вытеснили из обихода плоские печати-штампы. Применение для печати формы цилиндра в конечном счете и обеспечило существование месопотамской глиптики как самостоятельной, своеобразной и важной отрасли изобразительного искусства двуречья. Оно требовало от древних мастеров новых способов размещения изображаемых предметов на сравнительно небольшой вытянутой поверхности. Оно давало возможность создавать законченные и в то же время непрерывные узоры благодаря бесконечному повторению этих узоров при откатке на глине. Наконец, маленькие размеры и удобная форма печати сделали необычайно популярными среди населения эти памятники искусства. По технике исполнения встречается большая их разновидность. Большие цилиндры с искусно выполненными глубоко прорезанными в камне изображениями показывают культовые сцены, эпизоды мифов, охотничьи сюжеты. Множество их было обнаружено в районе развалин Урука. Печати с преобладанием в сюжетах геральдических элементов, мифологических и фантастических чудовищ, например, змееголовых львов, тяготеют более корноминтики и указывают на влияние извне. В северных районах Шумера встречаются широкие и короткие каменные цилиндры, на которых глубоким сверлом-бутеролью вырезаны довольно условные изображения однородных групп животных или человеческих фигурок, занятых какой-либо работой. Там же встречаются и печати про долговатые камни, украшенные почти исключительно геометрическим либо цветочным орнаментом. Печати являлись произведениями искусства сами по себе, соединяя воедино три вида искусства – глиптику, рельеф и круглую скульптуру. Одна из известнейших шумерских печатей – печать жреца храма Инанны из урука, объединяет скульптуру с цилиндрической печатью. Каменный цилиндр изображает эпизод одного из мифов, посвященных Инанне, с символикой богини, а на верхней части печати вырезана каменная фигурка барана, служившая, по всей видимости, ручкой печати. Изображения на первых цилиндрических печатях наглядно и даже как бы навязчиво воскрешают перед нами круг интересов и основные заботы древних жителей двуречья. Это сцены охоты и скотоводства, ряды диких животных, кабанов, львов, оленей, гончая, нападающая на льва, лев, терзающий телящуюся корову, подчеркнуты тучные стада, выходящие из хлева или входящие в хлев. Видим бытовые зарисовки, сцены доения коров, лепка горшков, занятия ткачеством и так далее. Видим мы на печатях изображения человека в сценах явно культового характера, торжественных шествиях, обрядах, выполняемых перед храмом. Торжественности святость действа, чаще представленного как ритуальное шествие, переданы мерным строгим ритмом, создаваемым повторами и равновесием вертикальных элементов композиции. Нередко с этой целью стоящие и сидящие фигуры изображались равными по высоте. Мифологические сцены еще редки, фигурки на оттисках печати выпуклы, осязаемы, объемны, прекрасно моделированы. Свобода композиции, введения элементов пейзажа, живости относительно правдивости изображений, животных и особенно человека, что является редкостью не только для этой поры, но и для всего искусства Передней Азии в целом, заставляют предположить большую творческую свободу и уже большее техническое совершенство искусства. Для керамики периода Джимдет Насар характерны широкие кувшины с ручками, покрытые одноцветными или многоцветными геометрическими орнаментами. Прекрасный образец пластики древнего двуречья, позволяющий судить о характерных чертах искусства этого времени, представляет собой сосуд, найденный в уруке. Сосуд предназначался для жертвенных возлияний и имел два горлышка. Второй, наклонный слив, облегчал выливание жидкости. По бокам слива, как бы охраняя его, стоят две фигуры льва. На тулови сосуда парное изображение. Два льва, поднявшись на задние лапы, нападают на двух бычков. Все фигуры даны в очень высоком рельефе, а головы животных выступают с поверхности, поэтому можно говорить о пластическом скульптурном оформлении сосуда. Тела бычков даны несколько укороченными, что создает видимость перспективного сокращения. Очень сложной оказалась для художника задача изобразить животное в фаз. Нельзя признать решение удачным, так как головы зверей получились непомерно большими и грубыми. Отбираются наиболее характерные положения, наиболее выразительные черты и отбрасывается все то, что не имеет значения не только для эстетического, но также и для магического воздействия. В периоду Джимдет Насар известны уже многофигурные композиции. Лучшим образцом является алебастровый сосуд из храма Инанны в уруке, почти метровый в высоту. Его искусно вырезанное изображение свидетельствует о зачатках повествовательной композиции, развертывающейся фрезообразно, по поясам. То есть здесь повествование идет не поэтапно с одного уровня на другой, а одновременно сразу на всех уровнях, где герои делятся по статусному положению. Например, на третьем ряду сосуда показаны бараны и растения, городские поля тростника и ячменя, что является фоном, на котором происходит действо. Этот принцип рельефных композиций древнего шумера, пройдя через века, найдет отклик в искусстве всех стран Передней Азии и превратится в древневосточное восприятие перспективы. На сосуде изображен праздник Нового года. Композиция его делится пустыми полосами на три части. На верхнем фризе самая значительная часть. Мужчины высокого положения преподносят дары богине-матери Инанне или ее жрица. Восстановленный еще в древности кусок сосуда закрыл головной убор жрицы. Ученые считают, что на этом месте возвышалась корона. За жрицей виднеется два тростника посоха символа богини плодородия Инанны и список подаренного статуэтки людей, животные, корзины и сосуды с пищей. Этот рельефный список напоминает шумерское предметное письмо, которое развивало художественный навык шумеров. Средний ряд показывает линию слуг носильщиков, об их положении говорит Нагота. Здесь уже можно констатировать черты, которые будут канонизированы в искусстве более позднего времени. Так устанавливается определенное изображение человеческой фигуры на плоскости. Ноги и голова повернуты в профиль, туловище развернуто в фаз. Такая же определенность и в трактовке лица с огромным глазом и большим носом, а позже руки, поднятые до уровня рта, что и впредь будет символизировать предстояние пред божеством. Канон изображения пока еще не сформировался. Манера профиля анфас соседствует с некоторой свободой в изображении отдельных элементов композиции или целых фигур. Интересно, что более свободными показаны люди низкого ранга и животные, в то время как жрецы и знать показаны в строгой манере. Единый канон Месопотамии сложится только во втором тысячелетии до нашей эры. Разрозненность государств-городов препятствовала его быстрому установлению, чего не было, например, в Египте. Появившийся в этот период скульптурный рельеф еще очень неумел и примитивен, так называемые персонажи с перьями и другие. Фигуры неловкие и угловаты. Развивается и круглая скульптура, хотя полностью не сохранилась ни одна. Преимущественно это мелкие фигурки, чаще всего встречаются фигуры, выполненные в технике горельефа, срезанные сзади или снизу. В основном мастер привязывал объем и плоскостное изображение. В период Джамдет Насра наибольшее распространение получает высокий рельеф, порой приближающийся к круглой пластике. Отдельные части фигур, выступающие за плоскость сильнее, чем основное изображение, создают иллюзию подвижности композиции, отрыва от плоскости. С другой стороны, такой прием создает ощущение монументальности, даже при небольших размерах изображения. Лучшим примером скульптуры является женская головка, приписываемая богиней Инанни из Урука, создана до конца четвертого тысячелетия до нашей эры. Голова фигуры некогда была покрыта волосами из золота или меди, вставляемые брови сделаны из лазурита. Для них был проделан специальный глубокий разрез над инкрустированными глазами. Эти каноничные характеристики прекрасно сочетаются с подчеркнутыми индивидуальными чертами, узкими губами, маленьким подбородком, еле моделированной складочкой, идущей от крыльев носа. Позади маски были обнаружены отверстия, с помощью которых головка крепилась к статуе, или, что вероятнее, к рельефу на стене. Величественная и спокойная, выполненная в широкой обобщенной манере, передающая идеальные, строгие и суровые черты лица, с большими, некогда инкрустированными глазами, она кажется портретом, намного опередившим свое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова